Два человека в Новосибирске обратились к врачам с подозрением на коронавирус. После анализов выяснили, это ангина и простуда. Врачи призывают новосибирцев не паниковать. До России вирус не дошел. Шансы заразиться были только у тех, кто недавно побывал в Азии. Анна Братушкина продолжит тему. Екатерина преподает английский в Китае. Точнее, преподавала. Пару дней назад позвонила директор и попросила не возвращаться после каникул. Школу закрыли на карантин. Опасаются коронавируса. К этому моменту им заразились 6 тысяч человек. 132 погибли. Однако, по словам Екатерины, паники в Китае нет. А безлюдно на улицах вовсе не из-за вируса. Каждый год, какого-то января, у них всегда по-разному, китайцы закрываются у себя дома, едят, не ходят в молы, магазины не работают. Это нормальная ситуация. То, что у нас в новостях пишут, то, что говорят, ну, по большей части это лишь истерия и паника. В Новосибирске и в России в целом заболевших нет. Однако к эпидемии готовы. Сейчас в Толмачево проверяют всех прилетевших из Азии. Пассажиров поезда Пекин-Москва тоже досматривают на границы. Инструкция, как действовать, если есть человек с подозрением на коронавирус, тоже существует. В Новосибирске ее уже отработали. Два пассажира из Китая обратились к врачу с недомоганием. Анализы сразу отправили в Центр вирусологии «Вектор». Оказалось, ангина и ОРВИ. Вернулись из поездки за рубеж, и у вас есть какое-то недомогание, обязательно предупреждайте об этом медицинского работника, чтобы в том числе принять определенные мероприятия на дальнейшее. И ваше лечение, вашу диагностику и недопущение распространения уже среди контактных лиц. Симптомы нового заболевания типичны для любого вируса, вроде гриппа или ОРВИ. Насморк, кашель, боль в горле. Поэтому при простуде паниковать не стоит. Риск заразиться коронавирусом есть только в Азии. Но и этого можно избежать, если быть осторожным. Вирус новый, а методы профилактики старые. Чаще мыть руки или обрабатывать их антисептиком, пить воду только из бутылки и носить медицинскую маску. Менять ее нужно каждый час. Кстати, сейчас в страны Азии антисептик или маску лучше брать с собой. Там их не найти. Чаще мыть руки и носить маски советуют и в Новосибирске. Чтобы защититься от гриппа. Сейчас самый сезон. Купить маску можно в любой аптеке. Дороже из-за коронавируса они не стали. Никакого повышенного ажиотажа нет. Все сезонно. Естественно, спрос есть в связи с осенне-зимний период. Повышенный же спрос сравнений с летними месяцами. Над вакциной против коронавируса сейчас работают ученые из разных стран. Исследователи из США обещают начать клинические испытания препарата уже через год. Над вакциной работают и в новосибирском векторе. Меры, предпринятые в самом Китае, беспрецедентные. В соседних странах тоже настороженность есть. У нас, вы видите сами, готовность очень хорошая. Поэтому я практически уверен, что эту вспышку рано или поздно победят. Пока же специалисты рекомендуют отказаться от поездок в Китай. Анна Братушкина и Дмитрий Канн, Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал Новосибирские новости. Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok